Чем будет заниматься молодежь через 20-30 лет? Новые рабочие места позволят создать диверсификацию экономики моногородов. Акимобласти провел встречу со членами президентского кадрового резерва. В общем, обсудить удалось пять возможных направлений развития региона. Подробности расскажет Антон Александров. Молодежь должна видеть перспективу, говорит Акимобласти, иначе люди задумываются о переезде в другой город. Как завлечь НИД молодежь в предпринимательство и позволить им самореализоваться, рассказала участница конференции Стимиртау. Там, к примеру, завлечив сферу бизнеса, пытаются выдачей грантов. Так за две недели набралось 93 безработных претендента, которые подали свои заявки и хотят организовать свое дело. Имея восьмилетний опыт работы с молодежью, хочу сказать, что молодежь на самом деле у нас сейчас крутая, яркая и креативная. Просто их надо уметь выслушать. И, возможно, взять на вооружение в последнее время такое модное веяние, как менторство. Многим ребятам из категории НИД не хватает поддержки семьи, родных и друзей. Создание новых ниш для занятости молодежи – одно из важнейших направлений, говорит Акимобласти. Внедрение современных технологий все меньше требует людского ресурса. Именно поэтому сегодня уделяют особое внимание IT-сфере и сервисным услугам. Для развития Сарани, к примеру, запустили автобусный и строят шинный завод. Это позволит диверсифицировать экономику моногорода и трудоустроить местное население. Вы являетесь настоящим будущим Казахстана. Мы в это очень хорошо верим, понимаем. Поэтому я, как руководитель области, готов всемирно и практически поддерживать ваше начинание. Конечно, к сожалению, из-за текущей эпидситуации мы встречаемся в таком формате онлайн. Надеюсь, что в самое короткое время это все завершится. Из 300 человек, вошедших в президентский кадровый резерв, 41 являются представителями нашей области. Они, к слову, активно делились идеями по развитию региона. Такие встречи Акимобласти предложил проводить периодически. Так можно будет совместно искать решения насущных проблем. Сегодня у нас такой разноплановый состав участников. Есть у нас представители государственной службы, которые работают и в Карагандинской области. Есть представители квази-государственного сектора, которые хотят поделиться своим опытом работы на государственной службе. Есть коллеги, которые сейчас занимаются какими-то проблематиками и хотят из центра, из Нур-Султана привнести какие-то позитивные изменения в область. И есть у нас коллеги, которые ушли в бизнес, возможно, но тем не менее имеют такую гражданскую направленность менять те или иные проблемы и ситуации к лучшему. Выявлять изменения на поверхности Земли позволяет спутниковый мониторинг. Проанализировав данные за несколько лет, можно понять интенсивность использования Земель, ее увлажненности, какие культуры там произрастают. Между тем, радарная космическая съемка позволит получать данные при любых погодных условиях или даже пылевом загрязнении. Использовать это можно для мониторинга за недропользователями. Нанеся на карту участки разработки полезных ископаемых, можно отслеживать интенсивность работ или соблюдение охранных зон. Основная мысль такая, что после мониторинга мы выявляем факты и направляем сюда мониторинговая группа в составе нескольких человек, которые фиксируют. Кстати, вот именно методика мониторинга, она позволяет обойти вот этот мораторий. То есть мы не целевой проверкой занимаемся, а мы мониторим полностью поверхность Земли. В общем, обсудить удалось пять возможных направлений развития региона. По итогам примерно полуторачасового общения решили разработать дорожную карту для совместного внедрения новых и полезных практик. Инициаторам это позволит реализовать свои идеи, а региону решить насущные вопросы.